Мэрия Новосибирска и ботанический сад Суран заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь город будут озеленять по науке после тщательных научных исследований. Совместно объединят усилия для того, чтобы сделать территорию сада и оранжереи местом притяжения не только жителей, но и туристов. Анастасия Дегтярева с семьей приехала из Екатеринбурга. Посетить зоопарк и ботсад решили, узнав о богатых новосибирских коллекциях, фауны и флоры. Мы были в Москве в ботаническом саду, очень понравилось там и с детьми хорошо гулять. И решили, что возможно здесь тоже будет что посмотреть и прогуляться, подышать воздухом свежим. Увидеть ценные растения можно будет не выезжая в Академгородок. Интересные экземпляры в городе мечтают собрать, например, в Центральном парке и сделать здесь своеобразный флористический филиал ботсада. В ближайших же планах передать специалистам городских служб агротехнический опыт ученых. Вот я захватил специально вот эту книгу, называется, то есть у нас наработки существуют. И вот здесь вот даже в предисловии написано, что получено при частичном финансировании мэрии города Новосибирска грант в форме субсидий молодым ученым и специалистам. Там как раз по озеленению города. Ученым предстоит помочь благоустроить главную улицу Новосибирска – аллею на Красном проспекте. Вот сад сейчас сделает для нас именно научное исследование и почвы, и даст нам рекомендации, что конкретно нужно было высадить на Красном проспекте, чтобы это было с одной стороны красиво, с другой стороны, чтобы это также поглощало, ну, какой пыль. С третьей стороны, чтобы это прижилось, потому что там действительно достаточно очень много газов и вокруг ездящего транспорта. Яблони Незветского культура из коллекции Сибирского ботанического сада. Такие кустарники, морозостойкие и по своим декоративным характеристикам красный цвет листьев, плодов не уступают многим импортным культурам. Такая разновидность могла бы стать достойной заменой немецкому сорту «Рудольф», которому красили в Михайловскую набережную. Это лишь один из примеров. Также в коллекции различные виды лип, различные виды ив, есть богатая линейка хвойных и экзотика для городских клумб. В городе заинтересованы, чтобы в ботанический сад приезжали не только специалисты, но и туристы. Это место должно стать более известным и узнаваемым. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.